Всем привет! BMW 39 кузов. Замена пыльников на приводе. Ведь снизу для того чтобы снять привод нужно открутить 6 болтов головой Е12. Так, вчера менял правый привод и проблем никаких не составил. Открутил ступичную гайку, после этого открутил вот этих 6 болтов и достал полностью привод и поменял все два пыльника. Но с левым приводом так не получится, потому что мешает сам глушитель и чтобы сам привод достать, нужно открутить много чего, рычаги, тем самым надо будет потом развал делать, круче много гемора. Как я поступил с этим левым приводом? Ну как я и показал, что откручиваем там ступичную гайку эту и отводим, откручиваем вот эти, как я там показывал, вот эти болты и отводим сам привод в сторону колеса. Ну достать его никак не получается, потому что там мало места, ну вообще трындец. Что я сделал? Короче, аккуратненько с трудом на весу бил по крышечке зубилом, было сложно, видите, и вот немножко покоцал. Она немножко отошла, потом отвертка начал отковыривать, колпачок снял и вот так, такую картину мы видим. После этого, вот это стопорное колечко, которое фиксирует вал, я снял и сам вот этот гранату, шруз, стянул с вала. Вот тебе, вот она у меня в руке. После этого я подлез к наружному шрузу и снял этот пыльник. Просто сбил хомутик и снял его. Теперь, сейчас покажу, что там. Короче, вот вид снизу, вот сам привод, шруз, даже если вот видите, я достал его и тягу проводишь сюда, высунуть немножко можно, но полностью привод никак не достается снять. То есть, в этом положении теперь я буду протирать шруз, вешать новые пыльники и собирать уже на месте. Так, пыльник. Вот такой. Вот номер, кому надо. В комплекте идет стопорное колечко. Хомутик, хомутик, ну да, хомутик один. Ну и смазка. Так, шруз попротирал. Сейчас наносим новую смазку. Пакетик, конечно, большой. Сильно много полностью. В пыльник не надо забивать смазку, потому что она вылезет, выдавит ее. Ну так, не забываем вот это колечко ставить. И ставим пыльник. Ставим и аккуратненько молоточком обстукиваем. Так, сначала стучал молоточком, потом решил все-таки прийти в тиске аккуратненько обжимать тисками сами, лапками. Так будет удобней. У меня наружный ваш розы. Вот номер. В комплекте входит тоже смазка и два хомутика. Вот сам пыльник. Все, теперь залазим и пытаемся ставить. Вот внутренний шруз. Я вывел сюда, чтобы поудобнее было. Как видите, заложил сюда новую смазку, протер как мог. Теперь ставлю два хомутика и вставляю его в привод. Поставил, засунул шруз. Так, сейчас осталось пыльник поставить. Здесь поставил стопорное кольцо и осталось вот эти шесть болтов прикрутить. Сразу предупреждаю. Очень неудобно. Потратил я на всю эту работу. Вот с заменой этих пыльников четыре часа. Измучился. Имейте в виду, что, может быть, если у кого подвеска будет в хорошем состоянии или сайлентблоки там меняли, может быть, на самом деле легче будет открутить и вывести привод со стороны колеса. Но решил пойти таким путем. Все-таки это реально. Имейте в виду, что таким способом можно все-таки поменять. Вот так. Смотрите, может быть, у вас по-другому получится, но у меня получилось вот так. Ну все, сейчас ставлю эти шесть болтов и на этом буду заканчивать. Всем спасибо, кто не подписался. Подписывайтесь. Пока.